Библейский портал экзегет.ру представляет столицу Северного Израильского царства, в ней голод, столица живет в осаде, там уже начали матери есть своих детей, то есть это уже дошло до крайности, и царь почему-то недоволен Елисеем. Мы говорили как раз в прошлой главе, что, возможно, он воспринимает Елисея как универсальную палочку-выручалочку, то есть пророк Божий, он может всё. Пусть он немедленно нас спасёт, если он спасёт, голову ему отрубим, это он такой злой, что не хочет нам помочь. Ну и в седьмой главе мы увидим, как, собственно говоря, Елисей на это реагирует. Но Елисей сказал, к нему прибыл то ли царь, то ли вагонец, там немножко в тексте непонятно. Но Елисей сказал, выслушай слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это же время в ворот Самарии будет мера отборной пшеничной муки цениться в шекель, и две меры и чменя в шекель. Ну, то есть будет обычная цена на зерно, а там уже продаёт голубиный помёт по пять шекелей и крохотную кучку. Потому что его тоже можно есть, хотя, конечно, отрава. Тогда приближённый царя, на руку которого он опирался, ответил человеку Божьему, даже если бы открыл Господь окна на небе, сбудется ли такое? А он сказал, своими глазами увидишь, но сам от этого не вкусишь. Вот смотрите, Елисей не говорит о победе над ромейнами, хотя она будет, или будет что-то похожее на победу. Он не говорит ни о чём таком торжественном, высоком, великом. Он говорит, вот народ голодает, а больше не будет. И когда кто-то ему не верит, он ему даёт такое пророчество, что вот лично тебе не достанется, хотя увидишь своими глазами. Елисей оказывается довольно мягкий пророк по сравнению с Ильёй, который без конца обличал, который сжигал воинов, пришедших его арестовать и так далее. И дальше очень интересный эпизод. Вот смотрите, у нас много, вот в истории об Илье у нас очень много такой божественной силы, величия, могущества, всего остального. А в истории про Елисея очень много скромного, маленького, домашнего. И вот здесь победа над врагом, через кого она пришла. Прямо анекдотическая история. Сидели у городских ворот четверо прокажённых. Ну, то есть, это вот отбросы общества полностью, да, больные люди, заразные, которых все обходят, они сидят у городских ворот и думают, может, кто-то им бросит что-то, а люди уже вокруг них ничего не имеют, им есть нечего, им нечего подавать. Они решили между собой, что нам сидеть тут и ждать смерти. Если мы решимся войти в город, в котором голод, мы погибнем, и если мы останемся здесь, тоже погибнем. Пойдём к стану арамеев, если они оставят нас живы, будем жить, а если убьют, всё одно умирать. Терять нечего. В вечерних сумерках направились они к арамейскому стану, когда подошли к краю этого стана, там никого не оказалось. Это Господь сделал так, что в стане арамейском послышался шум от колесниц, коней великого войска, решили арамея между собой. Видно, царь израильский заплатил царям хетским и египетским, чтобы они напали на нас. То есть там великие царства, которые позвали на помощь. Конечно, там огромная армия из Египта идёт, всё. Так что они бежали на вечерней заре, побросав на месте и шатры, и коней, и ослов, и что ещё было в стане, лишь бы спасти жизнь. Победа, которая приходит сама собой. Победа, которая достаётся четырём прокажённым людям, которые не то что не воины, которые вообще презираемы. Вот некий урок, который Елисея здесь преподносит всем остальным. Легаспо через Елисея. Не нужно быть великим, чтобы одержать победу, чтобы получить то, в чём ты действительно нуждаешься. И в Самарии люди сидят и думают спасти жизнь, а здесь армии бегут и думают спасти жизнь. Оказывается, всем хочется спасти жизнь. И мы, глядя на грозного врага, не подозреваем иногда, что он напуган больше нас. Так что те прокажённые подошли к краю стана, забрались в один из шатров, поели, попили, вынесли оттуда золото, серебро и одежды, спрятали всё это, вернулись к другому шатру, оттуда они тоже вынесли и спрятали добычу. Ну, вообще отлично, у них всё хорошо. И тогда они решили меж собой. Неправильно мы поступаем. Этот день – день благой вести, а мы молчим. Если промедлим до утра, падёт на нас вина. Отправимся и возвестим обо всём царскому дворцу. Вот смотрите, эти люди, которые тоже сначала заботятся только о себе, всё-таки вот у них есть чёткое представление о том, что правильно и неправильно. Они подошли к городским воротам, позвали стражников, рассказали им. Мы ходили к карамейскому стану, там никого нет, ни единого голоса не слышно. Но лошади, ослы все на привязи, и шатры стоят, как прежде. Стражники позвали охрану царского дворца и передали весть во дворец. Все боятся выйти. Только человек в крайнем отчаянии, прокажённый, готов рискнуть, проверить. А воины с оружием, им есть что терять. Жизнь, здоровье, какое-то имущество. Царя подняли среди ночи, но он сказал своим слугам, скажу я вам, что это устроили для нас арамеи. Они знают, что мы голодаем, оставили свой стан, чтобы спрятаться неподалёку. Они решили выждать, пока мы увидим из города, захватить нас врасплох и ворваться в город. Вот царь боится. Прокажённый и нет, а царь – да. Прокажённым всё равно, потому что в отчаянном положении уже нечего ждать. Один из слуг ответил так. Пусть возьмут пять коней из тех, что остались в городе. Ведь с ними то же, что и со множеством израильтян. Что осталось от коней, то и от множества израильтян. Тут не очень понятный текст, но, скорее всего, коней съели. Да, кони пали от бескормицы или коней съели. Там ещё несколько осталось. И пошлём посмотреть, что там. Тогда запрекли две колесницы, отправили их вслед за арамеями по царскому приказу. Уступайся, посмотрите. Те отправились за арамеями до самого Иордана. На дороге всюду валялись одежды и утварь, которые они побросали в спешку. Посланные вернулись и рассказали об этом царю. Все осторожничают, да. Тогда народ отправился грабить стан арамейский. По слову Господню, мироотборной пшеничной муки и ценилось в шекеле две меры ячменя в шекель. Цены мирного времени, изобилия. Царь поставил своего приближённого на руку, которого он опирался в городских воротах. Ну, следить за порядком, там, не пускать. Но народ растоптал его прямо в воротах, и он умер, как и предсказывал Человек Божий, когда царь приходил к нему. Человек Божий так говорил тогда царю, завтра в это же время у ворот Самарии будут две меры ячменя цениться в шекель и мироотборной пшеничной муки в шекель. Тогда тот приближённый ответил Человеку Божьему, так, даже если бы открыл Господь окна, на небе сбудется ли такое? А он сказал, своими глазами увидишь, но сам от этого не вкусишь. Так с ним и вышло. Народ растоптал его прямо в воротах, и он умер. Вот глава про то, как переворачиваются представления о иерархии. Прокажённые оказываются благими вестниками, голод оборачивается изобилием, величие царского вельможи оборачивается тем, что толпа просто его сносит и затаптывает. Всё бывает совсем не так, как мы ожидали бы. И библейские пророки во многом те люди, которые объясняют людям истинный масштаб дела, объясняют, как это всё устроено, как это работает. И иногда это означает, что да, вот эти объяснения, они переворачивают всё, они каким-то удивительным образом меняют всю эту диспозицию, да, и как раз вот здесь мы видим примерно такой эпизод. Ну, а дальше истории про Елисея продолжатся.